А мы продолжаем пока с цикла репортажей ко Дню Победы. Это история людей, которые годами ничего не знали о судьбе близких, не вернувшихся с войны. Найти ответ удалось в интернете, где Центральный архив Минобороны разместил личные дела миллионов погибших и пропавших без вести. Сайт, созданный военно-мемориальным центром, посетили многие. Мы связались с некоторыми из них и вместе отправились к местам незнаменитых боев и неизвестных операций. Сегодня история Александра Чернова из Мордовии. Долгие годы он пытался выяснить, как погиб его отец. Поиски привели в Германию, где вместе с корреспондентом Андреем Шиловым удалось узнать тайну гибели красноармейца Чернова. Сумка в дорогу маленькая. Документы про отца. Фотография и справка, что пропал без вести. Единственное письмо, которое и было у меня, к сожалению, не сохранилось, треугольник. Там было написано, что гонят в смоленском направлении. И все, больше ничего нет. Александр Чернов-старший уехал из дома из Мордовии в мае 41-го на военные сборы. Александр Чернов-младший отца даже не видел. Родился в ноябре 41-го. Все будет нормально. Узнав про гибель отца в интернете, отправляется его маршрутом. Ничего из-за тебя не случилось? Нет, ничего. Гонят в Белоруссию под Могилев. Задачу поставили сбросить противника в Днепр. У командира под рукой-то было тогда всего 5 батальонов пехоты. Историю 137-й стрелковой дивизии изучил писатель Валерий Киселев. И со стороны Давыдовича подошла колонна танков немецких. Вот там особенно был тяжелый бой вот на всем этом поле. Вот эта вот вся панорама, вот это и есть место боя 624-го полка. По документам выходит, что здешний бой был первым для отцовской дивизии. Июль 41-го. Отступление Красной Армии. Нацистский Блицкрик. Женщина рассказывала, что тут наших убитых лежало вот вокруг полей, так прямо как скирды. Да, да, да. В лесу у села Красный Осовец до сих пор братские могилы буквально на каждом шагу. Не наступить бы. Такая могила, может быть, несколько человек захоронили. Да, вот это тоже. Вот здесь, это видно с поля или который погибший в окрестностях. Дальше тоже такие же могилы, да. Одиночные, безымянные. Уже сосны выросли за это время. Чернов здесь не погиб. Чернов попал в плен. Первый бой и плен Чернова 13 июля 41-го года, а накануне 12-го на восток Германии, вот на эту станцию Якобсталь, по этой же леске привезли уже первых советских военнопленных, 2000 человек. Чернов в 41-м, 42-м годах был в нескольких лагерях. Сюда он прибудет в феврале 43-го и проживет здесь последние три дня. Лагерь для военнопленных Цайтхайн хотели сделать крупнейшим. Теперь здесь музей. В нацистский плен за войну попало 5 миллионов красноармейцев. Выжило 2 миллиона. На брачной балке в Цайтхайне календарь и фамилия Мельников. Других фамилий нет даже на памятниках. Фамилии и имена не указывались. Это была сталинская политика. Держать в секрете все имена попавших в плен. Поэтому и не сообщали семьям. Погибших пленных нацисты хоронили поначалу в отдельных могилах. Может Чернов среди них. Фотографии лагерного кладбища после освобождения Красной Армией. Могилы с табличками. В 48-м все сравнялись с землей. Снова братские могилы буквально на каждом шагу. Ограды нет. Видите? Травы нет. На прошлой неделе мы провели первоначальные раскопки. Пробовали копать в 10 местах. Здесь, например, нашли останки трех человек. И так везде. На месте лагеря не осталось ни одного документа про военнопленных. В архиве ФСБ хранят карточки выживших в плену. А карты погибших, сообщая о пропаже без вести, хранили в архиве Минобороны. Чернов Александр Тарасович. По-немецки написано вермахтом, по-русски НКВД. Теперь это имя передано в электронную базу музея Цайтхайн. Ваш отец был в Кемнице. В какой-то ремесленной мастерской. Что это может быть? Угольчик на теплостанции или на других работах. Точно не скажешь. В карточке военнопленного есть и дата смерти. 20 февраля 43-го года. Дата последней фотографии не указана. Почти 4 месяца он был в лазарете. Скорее всего, у него был туберкулез. У меня фотография худой. В 43-м пленных в Цайтхайне хранили уже в общих могилах. На сердце, что я так поздно тебя нашел. Дорога домой, в Саранск, через Берлин. Надежд мало было на то, что живой-то. Если бы он один пропал, без вести, а то есть тогда уже кругом такие картины были, как и у нас. То без вести пропал, то убитый. Даже в моем детском понимании уже так было. Вокруг было много без вести? Конечно, конечно. Имя отца Александра Чернова теперь в поименном списке погибших. В музее Цайтхайна еще три года будут создавать полную базу. В ней появятся новые имена. Андрей Шилов, Екатерина Морозова, Дмитрий Погожельский, Алексей Кременецкий. НТВ. Россия, Белоруссия, Германия. Заключительный репортаж в рамках акции НТВ «Ко дню победы» смотрите завтра. Авторы и герои наших историй расскажут о том, что осталось за кадром о самых ярких и пронзительных моментах поисков. Продолжение следует...